Голосование в полевых условиях. В Нинецком округе продолжаются полеты членов избирательной комиссии в труднодоступные уголки Заполярья. Исполнить свой гражданский долг могут оленеводы и чумработницы, метеорологи и те, кто трудится на нефтепромыслах. Например, накануне 350 человек проголосовали на Тединке, Инзереи и Южном Хольчью. Репортаж Алины Ваучейской. Около часа в пути и члены избирательной комиссии высаживаются на Тединском месторождении. Все, кто прибыл на промысел, накануне прошли тестирование на COVID-19, но, несмотря на это, здесь обязательная процедура измерения температуры. Пройдя входной фильтр, избирательная комиссия отправляется в здание административно-бытового комплекса. Здесь уже ждут те, кто, находясь на вахте, готов исполнить свой гражданский долг. Один из них – стропольщик Семен Талеев. Мужчина уверен, сказать своё твёрдое «да» или «нет» должен каждый. Тем более, созданы все условия для безопасного голосования. Соблюдаются антисептики, маски. Потом, что ещё-то? Перчатки. Расстояние там полтора метра. Дистанция. Соблюдают дистанцию. А это уже инзерейское месторождение. Голосуют нефтяники и сотрудники сервисных организаций. Одной из первых галочку в бюллетене поставила повар Елена Смирнова. Это очень хорошо, что государство заботится о людях, которые находятся в данный момент в тех точках, которые только прилетают вертолётами, ну, оленями доставляются. Мы же тоже хочем… Для нас Россия – это очень важно. Это наша родина, где мы родились, где наши дети, где наша жизнь проходит. Следующий пункт в маршруте – одно из самых крупных месторождений Ненецкого округа – Южная Хальчию. К прилёту членов избирательной комиссии здесь готовились основательно. Как и на других нефтепромыслах, помогли организовать процесс проведения голосования, ведь в этом году и без того специфическая досрочка превратилась в настоящее испытание для избирательных комиссий. В полевых условиях, условия сжатые, во-первых, по времени сжатые, во-вторых, очень всё это быстро происходит, что отвлекаться не приходится, скажем так, очень сложно. Тем более, все эти маски, всё это тоже усложняет. Во-первых, дышать очень тяжело, стекло постоянно запотевает, что сложно съесть. Несмотря на сложные условия, члены избирательных комиссий Ненецкого округа облетели большинство месторождений. Досрочно проголосовали более трёх тысяч работников нефтепромыслов. Кроме того, смогли исполнить свой гражданский долг и те, кто сейчас кочует в тундре, трудится на метеостанциях или находится в деревнях, где нет избирательных участков. Досрочное голосование завершится 30 июня. Алина Ваучейская, телеканал «Север», Ненецкий округ.